такой вот это колесо вот это резьба вот на то она меньше она это и на больше тут я подозреваю 12 миллиметра резьба она тут тоже нестандарт как бы вот на этой резьба вот на этой резьба они одинаковые это две советские эти как бы от советских велосипедов колес это много вот если сравнить вот они одинакового с этой проверю вот если сравнить эти две то не видно как сперва совпадают а потом перестают совпадать то есть тут меньше резьба я думаю один миллиметр а тут один 25 миллиметров смотрел такие резьбы есть то есть 10 миллиметров на 1,5 миллиметр на 1,25 миллиметра 10 на 1 миллиметр вот и 10 на 1 миллиметр это видимо не для велосипедов а такие простые уже более популярные вот тут гайки разнуюшку подбираю узко вот которая подходит на эту они вероятно не совсем подходят но от того что они узкие они как бы раскручиваются и но виду подходит вот эта от советского она вот она должна пролазить она тут уже все измождена и тут вот теперь вопролазит резьба попорчена вот еще вот это испроверял вот это 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 и это они все одинаковые резьбы имеют вот эта желтая гаечка она она вот от этой очень хорошо на нее накрутится и она естественно на этим будет накручивать но так как тут вместо всяких еще мусора так она на этим трудно накручивать а вот это она даже тут не знаю какая она резьба но она накручивается и на эту и на эту это я как кажется помню от этих советских велосипедов это должно накрутится Что-то упирается, вероятно. Ну и что, резьба? Попорчено. Нет. 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 Уфа, бнасты она видимо предназначена вот две той стороны чтобы защищала вот это потому что она потом может об стену там где-то когда ложится на асфальт всяких стуков она может как бы испортиться и чтобы она накрутилась и вот и не могла испортиться так специально думаю она так специально сделана закрутилась что мы уже одной рукой крутить не могу я думаю вот может докупить гайки поставить вот это колеса я проверил веса на много тяжелее тут с резиной понятно на как бы будет тяжелее но тут по моему резина не настолько много весит что будет тяжелее она тут чувствуется что намного тяжелее тут может и этот опыт тяжелее вот это ту двадцать шесть дюймов ту двадцать пять дюймов на не стандартная если надо делать 3 то ее надо переспицевать я думаю тут вот сама вот этот механизм самый очень тяжелый вот он ну то все вот это 1,4-1,5 килограмм это 3,5 килограмма так что даже если бы тут не удалось все настроить все починить его может быть переставить вот эту вот все равно как бы вопрос если стоит продеть их 16 евро в колесо стоило здесь 16 евро поставить тяжелее вот эту вещь и потом дополнительных сколько 1,5-3,5 дополнительных 2 килограмма возить может не 2 меньше потому что кто бы тоже потом если заменить на такой же будет легче все равно 1,5 допустим килограмма или 1 килограмм возить лишнего веса может лучше это все выбросить это колесо если не выбрать на крайний случай ставить где-то и потом может когда-то пригодится сомневаюсь может это что-то используется в этой штучке тут я пробовал бескамерное колесо сделать купил 24 дюймов к камеру она как бы то есть покрышка она не подошла к этому колесу кажется 24 дюймов 24 195 дюймов 507 дюймов какая-то нестандартная тогда я подумал бескамерную делать колесо вот так и и обрезала эти края она наложила она так хорошо наложилась конечно накат будет очень нехороший тут сперва мотала ленты везде она потом это то есть проволока потом некоторых местах проволоку снял думаю все равно ничего наверное не получится вот так ради интереса может быть как-нибудь прикручу временно и попробую как катится на нее вот эту гайку я раньше наверное не понимал что тут резьба не той она попорчена резьба как она имеет как бы две резьбы внутри уже я через силу накручивал видимо вот тут где то а вот сперва и накручивается а потом не крутится поэтому если подложить там какие-нибудь шайбы то потом можно и прижать и закрутить как бы думаю это не дело так делать она наверное была оригинальная на 1.5 резьбу потом я как бы раскрутил ее несколько на 1.5 1.5 миллиметра было шаг резьбы а накрутил наверно на 1 она теперь более-менее накручивается вот тут вот по портим три резьбы с ней вот тут вот этой в этом колесе то такая нехорошая вещь есть что она очень тяжело крутить очень туго тонуть она вот быстро устанавливает тут эти гайки так сильно зажаты что я никак не мог раскрутить их поэтому думаю уже назад ее возвращать но думаю может остану оставлю так может сама растренируется либо может как-нибудь раскручу еще другой разворной ключ взять потом колодку какую-нибудь как-нибудь вот вот тут подложить потом молотком постукать может раскрутить потому что так такой будет большое сопротивление создавать она так быстро останавливает и она износится эти подшипники быстро там все видимо так сильно закручивается чтоб покупатели не придирались что болтается но она немножко и должна болтаться тогда как бы будем долго служить подшипники долго служить будут знаю может какой-то мере тут она поэтому ее и продали так как бы не дорого что над чем-то закрутить но я не думаю что это нормально что как бы тут все нормально либо может думаю что тут покупатель сам легко все раскрутит попробовал я тут поставить колесом того что тут очень большая восьмерка все вы тут вот очень сильно как бы ничего не сделать только если пересадить а тут вот колесо тут нужно цепь менять в общем много дел вот тут даже вот такое колесо еле влазили вот потому что была такая нестандартная 25 дюймов а тут 26 дюймов поэтому думаю идеально было бы чтобы больше не покупать чтобы новые покрышки вот эту заднюю колесо колесо вставить вперед я думаю надеюсь она тут влезет я думаю надеюсь она тут влезет это место есть еще где-то на пределе тут что тоже не знаю может даже не стоит пробовать а то она вот немножко шатается пошатнется и начнет тереться вот эту вот снять и поставить назад потому что вот это назад и тем более наверно вот это это 2 26 и 2 это 26 и 125 еще толще она наверно точно не влезет в этот зал она будет там по всякому тереть если влезет так очень некомфортно будет она сидеть нужно будет очень точно регулировать там наверно нужно покупать новую покрышку либо попробовать тут наперед поставить вот это уже снято не нужно ничего снимать с того велосипеда но тут она очень как бы не хороший накат имеет а торможение с ней все ровно нельзя делать получается излишне такой нехороший накат будет вот завеси сколько есть это вот покрышка четыре килограмма с камерой килограмме 100 200 грамм таки удалось раскрутить мне вот с помощью такой колодки вас этих двух ключей раскрутить колесо и теперь она эту гайку раскрутить тут вроде бы ничего не раскрутилось как раз и не надо нужно чтобы эти две раскрутились и не раскрутили вот теперь она как бы вечно крутится нет не вечно все равно может стоить ну в ту сторону покрутится а она зажалась как бы не в ту сторону может она тут вечно долго не будет крутится потому что там не такие подшипники хорошие как на переднем колесе тут же все-таки есть этот фривилл или трещотка которая немножко замедляет но тут ничего не трещит как на том вот положил я эту шину надел без камеры пока так вроде если подобрать угол немножко только тут все вот эти концы немножко того что неровность есть чтобы мы могли бы тереться тереться и вытереться эти лишние зубцы и и и Продолжение следует...